Отвечаю на первый вопрос. Мне вообще кажется, что сейчас не время обсуждать какие-то политические вопросы. Когда начинается такая, по сути дела, боевые действия, и уже политика не работает. Политика работает в мирное время. Когда идет такая серьезная штука, уже и ни правительство, ни люди уже сами себе не принадлежат. Ставки сделаны, и мы можем только уповать на то, чтобы скорее все закончилось. Вот когда прекратятся боевые действия, вот тогда уже встанет вопрос, что с нами происходит, где мы находимся. И это наступит время для политики. Пока для нее нет места. Ну, здесь надо сказать, что мы вообще в принципе разных политических взглядов. И это, как мы теперь знаем, вообще вопрос такой подкорковый. То есть у нас глубинные структуры в это вовлечены мозга. А если так, то это очевидно, что это разумом очень сложно корректировать. Это разумными аргументами практически невозможно изменить. Вы, наоборот, только усиливаете защитную историю человека. Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно просто сейчас снять вопросы политики. Людям перестанет, когда быть больно, когда перестанет быть страшно, когда появятся новые вводные, когда будут осознаны новые обстоятельства, тогда это вообще как-то можно обсуждать. Хотя, в целом, политика не то, что хорошо для семьи. Любите? Любите. Ну, у меня будет странный такой ответ. Во-первых, вы должны понимать, что любая информация, она произносится и производится зачем-то. Да, потрафить интерес в публике, если это мирное время. Повлиять на каких-то людей. Вообще, все, что находится в этом информационном поле, оно все находится в нем не случайно. Теперь представьте, что у нас боевые действия, гибнут люди, идут, по сути дела, боестолкновения, огромное количество жертв, и вообще, ну, это все страшно. Но какое имеет значение эта информация? Она служит сталкиванию сторон. Нет никакой объективности. Так-то нет, а тут тем более. И как вы это понимаете, вы можете сделать выбор не быть мерионеткой, на которую пытаются воздействовать. И это самое правильное в такой ситуации. Наконец, что-то неполитическое. Проблема не в том, что это, да, действительно, другие люди на нас влияют, привычки мы принимаем. Самая главная проблема, что мы перенимаем эти привычки неосознанно. И вот внутренние установки мы тоже принимаем неосознанно. То есть вот сначала вы выбрали человека, с которым вы вместе проводите время, а потом все, что является его какими-то привычками, склонностями и так далее, становится постепенно частью вас. Поэтому так важно правильно подходить к выбору людей, с которыми вы там взаимодействуете, вместе живете там, общежитие там и так далее. Нужно всегда понимать, что вы сначала должны сделать выбор, устраивает вас такой образ жизни или нет. И только после этого уже взаимодействовать с соответствующим человеком. Значит, надо что понимать про невроз? У невроза есть симптом, да, то страх, например, который у вас конкретно есть. И у невроза есть то, что является его внутренним таким фактором, который его греет, что называется, изнутри. Это какая-то наша внутренняя психологическая проблема. Я об этом в своих книжках подробно рассказываю. У нас есть три базовых инстинкта, и по одному из них, скорее всего, у вас есть что-то фрустрированная потребность или какая-то тревога, какое-то беспокойство. И нужно разобраться именно с ней. Когда вы с ней разберетесь, тогда можно работать с симптомом, и симптом уйдет, и ничего не вернется. Но если вы просто научились справляться с каким-то конкретным страхом, но при этом внутри себя работы этой не проделали, то внутренний конфликт остался, и поэтому вы еще не справились. Идите на курс шаг за шагом. Там я про это все рассказываю подробно. Это очень сложный вопрос, просто потому что многое зависит еще от контекста. Кто говорит, зачем говорит, почему говорит. Есть, например, патологические лжецы, которые врут, вот им, хочешь не хочешь, врут и будут врать. И там вы никогда не разберетесь, где правда, где вымысел, где что на свете. Поэтому моя рекомендация – исходить из того, какую задачу вы хотите решить с помощью той информации, которую вы получаете. Если эта для вас задача жизненно важна, то вы, ну, жизненно не в смысле прямо катастрофы, но потому что она для вас важная, вы будете сличать разные источники информации, вы будете проверять это лично, и вы будете получать свой собственный опыт. Только вот в этом случае вы можете быть уверены, это оно ваше или не ваше, надо оно вам или не надо, то есть это должен быть ваш личный способ сбора информации, а не какой-то универсальный. Ну и последний на сегодня вопрос от Аиды. Значит, ну, во-первых, право на ошибку есть, более того. С учетом того, как меняется время, очевидно, что многим из нас придется сменить сферу деятельности, профессии, навыки там и так далее. Молодые люди, которым сейчас там 16 лет, они поменяют сферу деятельности 5-6 раз в свою жизнь. Поэтому вы можете ошибаться. Главное, когда вы что-то новое для себя пробуете, то максимально просто увеличивать свой набор навыков, которые вы потом можете переиспользовать в других сферах и направлениях. А начинать нужно с того, до чего вам легче всего дотянуться сейчас, где есть люди, которые вас заинтересованы, где есть темы, в которых вы уже разбираетесь, чтобы быстрее сделать первые шаги, а дальше появятся новые возможности. И вполне возможно, что судьба изменится, но в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok